Президент Турции Реджеп Тайп Эрдуган принял в Стамбуле главу палестинского движения Хамас Исмаила Хании. Все подробности и встречи мы узнаем у моего коллеги из Турции Турала Асади. Он подключается к нам. Турал, добрый вечер. Добрый вечер, Лидия. Недавно встреча между президентом Турции Реджеп Тайпом Эрдуганом и лидером палестинского движения Хамас, с головой политбюро данной организации Исмаилом Ханией, завершилась в Стамбуле в офисе Долма-Вахче. Президент Турции принял Исмаил Ханией здесь, в Стамбуле. Встреча прошла в закрытом для прессы формате. Затем по итогам встречи было опубликовано короткое коммуникет, в котором говорится, что стороны обсудили вопросы режима прекращения огня в Газе, а также поставки гуманитарной помощи в регион через территорию Египта. К слову, сегодня Эрдуган также принял и главу МИД Египта. Сегодня здесь, в Стамбуле, после встречи с главой политбюро Хамас. И, конечно же, с египетским министром также были обсуждены данные вопросы. Данная эта встреча между Эрдоганом и Ханией, ее можно считать важной с точки зрения достижения согласия по вопросу режима прекращения огня между Израилем и Хамасом. Ранее известно, что мы также говорили на эту тему. В ДОКе, в Катаре, в столице Катара, главами Турции Хакан Фидан, также провел переговоры с Исмаилом Ханией. И тогда же Ханией, а также в целом делегация Хамас передала турецкой стороне свои, так скажем, требования по данному вопросу. И было заявлено о том, что Хамас готов прекратить функционирование военного крыла в случае, если будет достигнута согласия решения по созданию независимого палестинского государства. И Хамас продолжит свое существование в качестве политической партии. Это, по словам Хакана Фидана, глава Министерства Турции, конечно же, является важным месседжем для стран Запада, для США и в целом Израиля. Если можно будет достичь какого-то компромисса и согласия по данному вопросу, то стороны будут близки как никогда к урегулированию данного вопроса, данного конфликта, который уже длится многим десятилетия, Турция, официальная Анкара, конечно же, в числе стран, которые полностью заинтересованы в разрешении данного конфликта. И Анкара готова предоставить всяческую поддержку по данному вопросу. Известно, что ранее даже Уильям Берн, глава ЦРУ, звонил своему турецкому коллеге Еврагиму Колыну и просил стать посредником между Тегераном, Вашингтоном и Тель-Авивом как раз-таки до начала атак ударами дронами и ракетами Ирана по территории Израиля. И тогда же стороны Ирана и Соединенные Штаты Америки обвинялись своими требованиями, месседжами посредством официальной Анкары. И здесь необходимо, конечно же, подчеркнуть полоследническую роль Турции. Если стороны будут, согласуют данные свои шаги и будет необходима дальнейшая помощь официальной Анкары, то Турция, конечно же, предоставит эту помощь и даже свою площадку для переговоров между сторонами. Речь, возможно, идет между США и Ираном в первую очередь. Посредством этих двух столиц, возможно, Хамас, полицейское движение и Израиль смогут достичь хоть какого-то понимания по достижению режима прекращения огня. Известно, что официально Анкара является сторонником создания независимого полицейского государства со столицей в Воскресенье в Иерусалиме. И по словам Речи Патайпа Эрдогана и других официальных лиц Турции, другого пути решения вопроса в данной ситуации нет. И лишь создание независимого полицейского государства может положить конец вот этому корпоративному противостоянию на Ближнем Востоке и не дать этому контакту перерасти в открытое региональное противостояние. Ну, на этом у меня, Лидия, пока все. Мы продолжим следить за всеми новостями, которые обновляются здесь, в Турции. Возможно, уже будут известны конкретные другие подробности касательно встречи Эрдогана и Ханье здесь в Стамбуле. Лидия, слово тебе. Большое спасибо, Турал. Будем ждать от тебя новостей. Я напомню, что к нам подключался мой коллега из Турции Турал Асади.